Струнные инструменты в Харцизской школе искусств вскоре обещают зазвучать по-новому. Сегодня заместитель главы городской администрации Наталья Бондаренко исполнила приятную миссию. Передала школе искусств подарок от земляков, проживающих в Москве, Наталье Яковенко и ее дочери Софии, некогда прилежной ученице-скрипачки Харцизской музыкальной школы. Свои первые шаги в большой музыкальный мир София Яковенко сделала в неполные пять лет. В Харцизской школе искусств она училась с 2008 по 2014 годы и подавала большие надежды. Прилежная ученица не раз завоевывала гран-при международных музыкальных конкурсов. Переехав в Москву, София продолжила обучение в Московской специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Сегодня, выступая на престижных концертных площадках России и стран Западной Европы, талантливая скрипачка и ее мама Наталья Яковенко не забывают о тех, кто разглядел юное дарование в преподавателях Харцизской школы искусств. Наша харцизянка Яковенко Наталья, которая на сегодняшний день проживает в городе Москва, но очень часто приезжает к нам в родной город Харцизк, и она передала для обучающихся Харцизской школы искусств и педагогов ценные подарки, а именно это специализированные книги для обучения детей нотной грамоте, а также нотные тетради, которые помогут детям, конечно же, в учебе. Они очень красочные, интересные, красивые, но самое главное для музыкальных струнных инструментов – струны. В чем их особенность? Эти струны выполнены ручной работы. Поэтому я уверена, что наши ребята вместе с педагогами будут повышать таким образом свое мастерство, и мы всегда лидируем и побеждаем не только в городских, но и в международных конкурсах. Уверена, что этих побед станет намного больше. Наверное, каждый знает, что струны могут порваться. Музыкантам же хорошо известно, что и стальные, и нейлоновые, и жильные струны со временем неравномерно вытягиваются и начинают фальшивить. Если заниматься на скрипке по 3-4 часа в день, то менять струны желательно раз в месяц. А стоят они недешево. Комплект для скрипки самое меньше – 500 рублей. Конечно, есть струны разного качества, но покупать по низкой цене нет смысла, потому что это сразу будет заметно, и особого результата до них не достигнешь. В роли, конечно, ученической возможно, но для концертов, конечно, лучше получше выбирать. Очень рады такому подарку. Спасибо большое. Эта струна, я вижу, хорошая, поэтому будем наслаждаться звуком прекрасным. И ребятам, конечно, сделаем бонус, который у нас представляет нашу школу в конкурсах. Действительно, нам нужны были струны, так как это неотъемлемая часть нашей работы. Струны мы получили для инструментов, таких как скрипка, домра, балалайка и гитара. Нам струны нужны все. У нас, правда, мало обучающихся, которые обучаются на инструменте балалайка, но, в принципе, в будущем мы надеемся на развитие этого инструмента. Как и скрипачи и гитаристы, балалайчники-виртуозы сегодня тоже собирают большие концертные залы. Можно без преувеличения сказать, что игра на балалайке в России переживает ренессанс. На интерес к самому известному русскому инструменту рассчитывают и в Харциске. Тем более, что и запасные струны теперь есть в наличии. Продолжение следует...